Меня сегодня поведение российских властей просто не удивляет, а удручает. Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать. Что это за поведение такое? У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси в очередной раз, взявшись то за газовую трубу, то еще за нефтяную, сейчас уже опять за продовольственные вопросы, хотят показать кому-то или всему миру, проучить кого-то. Ну, мы же не щенки, чтобы нас за шиворот водить, извините за эту грубость. Мы завтра начинаем Евразийский союз, вступаем в него, вступили уже, он начинает работать. Какие могут препятствия быть к поставкам товаров? Мы же договорились, что должны быть прямые, беспрепятственные перемещения товаров, грузов, рабочей силы и прочее, и прочее, и прочее. Мы фактически одна страна. Зачем вы это делаете? Если вы считаете, что мы что-то нарушили, мы же без всяких скандалов можем разобраться в этом. Притом, я взял это на контроль. Почему я так жестко говорю? Взял на контроль. Мы терпели. Уже несколько месяцев, оказывается, наши ведут переговоры, уговаривают. И потом, я не понимаю, вы что, специально это делаете, чтобы послеснуть цены в Российской Федерации? Мы же поставляем вам продукцию по самым низким ценам. Но дефицит товара, особенно мясной продукции на рынках России, это же рост цен. Зачем вы это делаете? Мне вообще это непонятно. Не говорят напрямую, что там мы перерабатываем сырье, покупаем что-то там на Западе и так далее. Но мы договорились с президентом России, с премьером, что это не есть нарушение эмбарго, если бы мы даже покупали мясо или молоко, на Западе перерабатывали у себя, создавали новые продукты, поставляли. Что вам препятает, Георгий Сергеевич? Сегодня, когда у них возникли проблемы, особенно у соседей, они готовы по бросовым ценам это сырье отдавать. Ну и спасибо. Ну что-то, ну 100 миллионов заработает Беларусь в течение года. Это что, деньги? И это что, плохо? Мы же закредитованы перед Россией. Мы должны кредиты возвращать. Путин говорит, это вам никто не мешает. Вы перерабатываете сырье. Но промого транзита не должно быть. Я не понимаю, что происходит. Зачем это надо? Не надо нас прессовать. Мы были у вас надежными друзьями и будем. Но если вы нас начнете щемить, вы знаете, что я терпеть не буду. Я высказываю в своем мире опасение, а возмущение. Потому что мы три месяца молча пытались что-то сделать. Движения никакого нет. Не надо нас отстраивать. Мы русские люди, как я говорю. И мы должны договариваться. Если у кого-то из ваших там хочется погреть руки на ситуации и подбросить, поднять цену, вы понимаете, как это получается. Но это не нам, не наша с ним и с вами позиция. Мы народы должны защищать. Сегодня русским людям и россиянам нелегко. Цены поднимаются каждый день. В Новосибирске возникла с грешкой проблема. Говорят, слушайте, Александр Иванович, ну мы вот тут произвели грешку, да, мы заготовили. Я говорю, есть у нас возможность? 120 тонн в Новосибирск мгновенно отправили. Мы стараемся решать ваши проблемы. А вы начинаете нас душить. Нельзя так поступать. Я это говорю публично, потому что дальше уже некуда деваться. И, ну если есть проблемы, мы договоримся вот с губернатором. Сейчас правительству поручу. Скажет он вот по этому каналу куда-то направлять грузы в Ленинградскую область и Питер. Мы туда и направим. Притом мы вам предлагаем цену гораздо ниже, чем она у вас есть. Но разного рода жульё, которые на этом жируют, все эти ваши там торгаши и прочее, так вы с ними разберитесь. Вы разберитесь. Мы стараемся вам помочь сбить эту цену. Поэтому нам надо устранять всякие барьеры. Сан Саныч, друзей у нас в мире, вы знаете сколько? Да. У России и Беларуси. И вы знаете, какая позиция у других государств. Поэтому давайте не терять друг друга плечом. Не надо думать, что Беларусь, ну она, знаете, поменьше, чем Россия, и она ни на что не способна, ничего не может. Очень даже многое может. И мы никогда не бросали Россию. Не бросим и в нынешней ситуации. Мы на этом свою пользу искать не намерены. Я вам это говорю публично. Это наша Россия, и мы её будем защищать как свою территорию. Продолжение следует...